Это десктопный процессор AMD Ryzen 7 1700, а это обычный игровой ноутбук от Asus. Но кто-то там в Asus на Тайване решил, что хватит, наверное, уже выпускать унылые игровые ноутбуки с мобильными процессами. Упарвались по полной и засунули в этот ноутбук Ryzen 7. И знаете что? Это уже реально работает. Посмотрите хотя бы какие здесь стали тонкие рамки. И если решили такую проблему как тонкие рамки, которые вообще очень долго не удавалось решить, возможно, этот ноутбук сможет лечить рак. Конечно же самый главный вопрос это как они собираются все это дело охлаждать. Я знаю, что инженеры Asus долго парились над этим вопросом и даже не были уверены, стоит ли выпускать такие ноутбуки. Однако проблему решили и ноут у меня на столе. Если вы разберете ноутбук, то увидите паутину из тепловых трубок и два вентилятора, которые и представляют собой систему охлаждения. И забегая наперед, хочу сказать, что она справляется. А самые хорошие новости это то, что следующее поколение процессоров AMD тоже будет на сокете AM4. А это значит, что в теории вам ничто не помешает засунуть сюда новый проц, когда этого перестанет хватать. Только вот когда его перестанет хватать, это большой вопрос. Кроме этого вы можете заменить оперативу SSD, вот он формат AM2, и винт. Только имейте в виду, что как только вы снимаете крышку, вместе с ней вы снимаете и гарантию. Кроме процца, который я уже назвал Ryzen 7 1700, здесь стоит видеокарта Radeon RX 580, 24 гига оперативы, SSD 256 гигов и винт на терабайт. И это единственная официальная комплектация, которая продается в Украине. Если вы где-то увидите другую, знайте, это по-любому серяк и об официальной гарантии можно забыть. Вот на e-каталоге только одна комплектация и это правильно. Экран крутой. Помимо того, что мы наконец-то получили рамки адекватной толщины, здесь еще и IPS-матрица с хорошими углами обзора и передачей цветов. Разрешение экрана Full HD, а диагональ 17 дюймов. Корпус ноута из матового пластика, на котором почти не остаются отпечатки пальцев. Крышка из металла, здесь конечно с отпечатками похуже, но это все-таки металл. Вес ноута чуть больше 3 кг, и по сравнению с прошлыми 5-килограммовыми моделями, это конечно реальный прогресс. Толщина 34 мм, так что можно сказать, что как для 17-дюймового Моника это в принципе компактно. Разъемы такие. Справа кардридер E2 USB 3.0, слева LAN, мини дисплей порт, HDMI, USB 3.0 и USB Type-C 3.1. Джек для наушников и микрофона сдвоенный. Прежде чем мы перейдем к тому, чего вы ждете все это видео, а именно к тестам в играх, еще пару моментов. Первый. Клавиатура нормальная, с подсветкой красного цвета и тремя уровнями яркости этой подсветки. Дальше. Тачпад мне не понравился, потому что... Вот почему. Так себе. Дальше. Динамики нормальные, в принципе хороший звук, как для ноутбука, однако иногда вы можете ладонью закрывать один из них. Ну бывает. И последнее. Он нехило шумит. Так шумит, что даже иногда через наушники пробивается. Да, с охлаждением справляется не вопрос, но шум серьезный, я не могу этого не сказать. Послушайте сами. Примерно вот так звучит этот ноутбук, когда вы полчаса поиграете в какую-то требовательную игру. Вентиляторы начинают работать на 100% и вот такой звук реально пробивается через наушники. Окей, смотрим на фпс. Заходим в Ведьмака, ставим качество графики запредельное, постобработку высокую и едем через город. Видим, что минимальный фпс был 45. Дальше по ходу поездки он держится в районе 50. Среднее значение 49 кадров и в принципе за время поездки я не видел больше, чем 51 фпс. При этом смотрите на температуры проца. 67 градусов. Это вполне ок, тем более что загружен он был в среднем процентов на 25. Ведяха же пашет на полную, отчего и температура у нее соответствующая. 83 градуса. Для ноута это нормально. Меняем настройки на низкие, постобработку тоже и на старте получаем 80 фпс. И это я даже еще ехать не начал. Поехали и видим уже 83, потом 85 фпс. Оп, а вот и 90. Когда приезжаем и останавливаемся, минимальный фпс будет 68, буквально на секунду, а средний показывает 86. В пабге ставим все на ультра и падаем в мое любимое место, мильта пауэр. Сразу находим мини 14, наваливаем в спину вот этому неудачнику, лутаемся и параллельно смотрим на фпс. Минимальный, что я видел, 46. Максимальный 58. Средний показывает 56. Заходим в ангар и... что за крыса в углу? Ненавижу таких. Ладно, делаем все настройки высокими и падаем туда же. Первый же сюрприз, самый приятный, третий броник. Это вселяет надежду. Дальше все не так хорошо, потому что я нашел только дробовик. Ладно, пойдем на другую сторону, там меньше шансов на кого-то нарваться и с лутом все должно быть ок. Стоп, челик. Тут либо сближать дистанцию, либо убегать. Третий броник должен спасти. А фпс, кто не видел, был такой. Минимальный 63, максимальный 85, а средний 70. В общем, играть можно смело. Ну и зайдем в Battlefield 1. Как же тут все красиво, как же тут все динамично, как же галимо я играю в эту игру. Я даже не могу нормально понять, где тут противники. Но за счет того, что здесь постоянно такое мясо, это отличная игра для тестов. Минимальный фпс был 70 буквально на секунду. Также на секундочку я заметил и максимальный показатель 95. Ну а в среднем игра показывает 83 фпс. Если честно, я даже не вижу смысла понижать настройки, все и так отлично на ультра. Какие выводы? Это очень мощный ноут, который может долго не устаревать морально, потому что почти все компоненты у него заменяемые. Он классно выглядит, имеет крутой экран и как для 17 дюймовой тачки, он довольно компактный. Это отличная машина не только для игр, но и для стриминга, работы в 3д максе и монтажа видео, даже в 4к. Единственная его проблема, это шум. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ждите других видосов, они будут. И GG, guys! GG! Инстаграм не забываем, там вообще все самое интересное. Субтитры сделал DimaTorzok